О чем ты мечтал, о чем ты думал до войны, о каких своих личных целях, личных амбициях и личных планах, и они были резко прерваны. Парни, давайте, чтобы у вас был, допустим, час свободного времени, и я там в вашей казарме буду убирать. Ну и все, и вот так вот. Спасибо, что ты этим поделился. Украина всегда сражается за свою свободу, вот всегда. Спасибо тебе за такой ответ. Ты какой друг вообще? Ты вот, Игорь, какой друг? Очень хороший вопрос. Это такой коучинговый вопрос на проверку, так ли. Витаю, вы думаете, что ты слушаешь этот подкаст «Як ты думаешь?». Мы называем Андрей Сусленко, и сегодня белорус Игорь Номан, белорусские янки, которые воюют на стороне Украины. Игорь, здравствуй. Здравствуй, слава Украине. Героям слава. Игорь, спасибо, что нашел время. Мы с третьего раза нашли программу для записи. Все получается. Ты сегодня последний день на таком, насколько я понял, микроотдыхе, и завтра снова едешь на передовую. Так? Да, все верно. Начну с вопроса, который я заду каждому нашему гостю. Это вопрос о страхе. Какой из дней войны был для тебя самым страшным и почему? Наверное, самый такой непонятный для меня день, назову, что он самый страшный, это был самый первый день, где-то полдня, потому что я не понимал вообще, что происходит, и неужели это реальность, вот. И много было вопросов в голове о том, где найти оружие, и что делать дальше, вот. Если мы уберем этот первый день сам, то, наверное, самый страшный день это был на Лукьяновке. Вот. Это было село Лукьяновка, мы его заняли, и это были ожесточенные бои, мы потеряли товарищей, и были раненые товарищи. Настрой был такой депрессивный, скажу, после. Что помогает бойцу, и что помогло лично тебе, Игорь, выходить из этого депрессивного сложного настроя, зная, что бои были сложными, и вы потеряли товарищей, и убитыми, и кто-то был ранен. Что помогает восстанавливаться потом? Наверное, работа с самим собой. Вот. Ты сидишь, работаешь о том, что нужно дальше идти, и еще впереди огромная дорога. Вот. Ну, и в той ситуации мне помог наш командир, вот. Он приехал под вечер, мы просто посидели, пообщались, и как бы я все вопросы, которые в голове у меня были, я их закрыл с помощью его. Здорово, когда есть такая менторская поддержка, наверное, так это назову. Если бы я тебя спросил, о чем ты мечтал, о чем ты думал до войны, о каких своих личных целях, личных амбициях и личных планах, и они были резко прерваны, но ты вернешься к ним после войны, что это будет? Это будет однозначно джиу-джитсу. Вот. Я продолжу им заниматься так, как и занимался, желательно каждый день. Вот. Я настрою свою тренировочную программу. У меня в планах съездить на чемпионат Европы, и если пустят на чемпионат мира, тоже хочу съездить по джиу-джитсу, потому что в этом спорте ты... Любой человек может поехать. Тебе не нужно проходить какой-то отбор. Вот. Ты просто записываешься туда, едешь и выступаешь. Набираться опыт, скажем, на мировой арене. То есть... Какая твоя финальная амбиция в джиу-джитсу, если так вот сейчас подумать? Финальная амбиция, наверное, школа джиу-джитсу. Которую ты откроешь? Да. Но это будет самое финальное. Вообще я думал о том, чтобы было какое-то одно место, и в этом одном месте были сосредоточены на джиу-джитсу, бокс, зал кроссфита, и какой-то, скажем, женский зал по какому-нибудь виду спорта. Вот. И это было пространство, где человек мог пойти, прийти, пойти на любое направление, которое ему интересно. Вот. Ну и провести после тренировки хорошо время, сделать там какую-то кухню. Это финальная самая точка. Когда ты, когда ты, вспомни, когда ты придумал это для себя, когда это стало твоей прям большой идеей? Ну, это не совсем стало, наверное, большой идеей. Это стало просто, а что если? Что вот дальше? Вот. Вообще у меня идея живет после войны. Это вот прям идея. Я бы хотел начать проект «Чистая Украина». Я его вот так назову. Вот. И им заниматься и продвигать вместе со своими друзьями, кто захочет. Вот. Это проект, я считаю, что это польза людям и нужно заниматься то, что приносит пользу. Ты можешь поделиться или оставишь это до после войны? Смотри, это все связано с чистыми улицами, с уборками, с мусорками. Такого плана. Представлял ли ты себя прям военным-военным, которого ты видел в фильмах, которого ты видел в Black Hawk Down или еще где-нибудь, человека из спецназа? И если да, то насколько отличается реальность от того, как ты это представлял? Не, знаешь, где-то в детстве я представлял, что я буду воевать, но это было детство. Вот. Уже в нормальном сознании я не мог представить, что я буду военным. Тем более, когда я находился в Беларуси, в Беларуси тут у нас армия ужасная, вот, она не, как это сказать, не престижная совсем, вот, то там я точно не думал, что я буду каким-то военным или буду воевать. А сейчас какая армия тебе кажется престижной? Что должно быть в армии, чтобы она была престижной? Украинская. Объясню. Люди, которые находятся в этой армии и стремление людей защищать свою родину. Патриотизм, наверное. Потому что патриотизм в парнях, которых я, когда я приехал, увидел, меня просто восхитил. я общался с людьми историей о том, как там сын с отцом в 14-м году вместе воевали. Плечом к плечу. Это, ну, потрясающая история. Или мои друзья, которые рассказывали там разные задания, которые были. И вот это я считаю престиж. Можно я такое спрошу тебе? Ты с тех пор, как уехал из Белоруссии, когда ты ходил на протесты, после этого к тебе приходили в гости с обысками, ты решил уехать в Украину. Украина тебя как приняла? Как ты себя чувствовал в Украине? Сначала я не понимал, что происходит от слова совсем. И на самом деле Украина была такой точкой, когда я быстро уезжал, я мог уехать либо в Польшу, либо в Украину. Ну, либо в Россию. В Россию я знал изначально, что ехать нельзя. И оставалась в Польше и Украина. И в Польше у меня не было визы для того, чтобы туда поехать. Вот. И я приехал в Украину. И Украина была такой точкой, что делать дальше. Ну и все. Я начал общаться тут с людьми, начал потихоньку себя находить. И все. И Украина раскрылась. Люди в ней раскрылись. Помощь. Помощь людей. Это в частности те люди, с которыми я сейчас нахожусь. Вот. Традиции и порядок. Они помогали мне в самую трудную минуту. Ну и все. И вот так вот. Спасибо, что ты этим поделился. Возникало ли у тебя сомнение, что ты пойдешь на фронт? Или же это было как-то по-другому? Вот когда война началась, ты говоришь, я сразу начал думать, где взять оружие. А почему ты так начал думать? Ну, потому что, знаешь, мы были все воспитанные фанатами, мы около футбольщик, и мы знаем, что такое честь, мы знаем, что такое правда. И мы сидели просто своим коллективом и рассуждали на эту тему, что если начнется война, и мы приняли решение, что те люди, которые здесь находятся, что это наш дом сейчас. Вот. Как и каждого украинца. И мы не имеем права просто поехать в Польшу. Поэтому мы должны воевать, защищать наш дом. Потому что если разобраться, то враг-то один. Вот этот имперский, понимаешь? И что в Беларуси он был? Мы приехали из Беларуси, начали новую жизнь. Что здесь опять он. Поэтому мы приняли решение воевать. Сомнения, скажу, что сомнения были когда-то. Может, до войны месяца четыре какие-то. Когда мы общались с разными людьми о том, что вопрос задавали, будет война, пойдешь или нет. Вот. И некоторые люди отвечали нет. Ну, и у нас было такое, а нам что, больше всех надо? Вот. Но потом это все исчезло. Это исчезло, когда мы нашли для себя правильное пояснение тому, что почему мы должны идти. Потому что это ваш дом, и вы хотите защищать ваш дом. Мы не хотим, мы защищаем его. Да, это наш дом. Это наш дом. Мы все уехали с Беларуси. Мы все уехали с Беларуси, и мы не можем вернуться в Беларусь. Игорь, с тобой я очень хотел поговорить про концепцию дома. Что переживает человек, который потерял на какое-то время свой родной дом? На что это для тебя похоже? Ну, это как пустота, на самом деле. Это очень тяжелый такой момент, когда ты осознаешь, что ты потерял абсолютно все, что у тебя было за какое-то время, и ты не можешь туда вернуться. Даже вот эта фраза о том, а что будет, если Лукашенко уйдет, и ты вернешься, ну, каждый должен понимать, что если Лукашенко даже уйдет, есть еще куча людей, которые будут точно так же выстраивать свою власть, и ты точно так же не сможешь туда приехать. Вот, и это полностью опустошение. Ты начинаешь думать о том, как дом, тебе пишут твои друзья, знакомые, о том, что они встретились, гуляют, а ты в другой стране совсем один. Ну, это тяжело. Я так спрошу, может, не популярно, что делает беларусь беларусам? Какие части ДНК Беларуси ты можешь определить? ДНК беларусов? Не знаю, душевность какая-то, доброта. мы очень приветливый народ. Вот, наверное, такие вещи. Вы очень приветливый народ. Я много в гостях у вас бывал, и это правда очень приветливо было. А если говорить про разницу или схожесть с тем, какой ДНК у Украины ты видишь за время, пока ты здесь, и во время войны, то Украина как украинцы сейчас? Это какое ДНК? Я скажу так, что давай так, украинцы это очень воинственный народ. Ну, я его так вижу. Смотри, я попробую объяснить. Я вот общаюсь с парнями, да, и как-то изучал через них историю Украины, и Украина всегда сражается за свою свободу, вот всегда. И вот этот весь патриотизм, то, что парни сейчас выют, очень такой воинственный. Но, тем не менее, когда ты садишься, общаешься со своим другом, он точно такой же дружелюбный, он точно такой же добрый, и он точно такой же гостеприимный. Про гостеприимство и там какое-то добродушие, поверь, я там не понаслышке знаю, мы приходили в эти села, нас принимали люди, и это было как дома. Спасибо тебе за такой ответ. Это знаешь, если мы будем говорить про схожесть, вот я говорю, что для белорусов украинцы это единственные братья, вот, мы схожи многими вещами, вот, но не русские, абсолютно не русские, и русские это не добродушный, не приветливый народ, абсолютно, это всегда народ я-я, да мы, вот, это вот они. Что для тебя, то если говорить о России, ты говоришь, это точно нам не брать, это я-я, имперская, что еще, какие характеристики делают эту страну и носители гена России. Это делает, знаешь, это любовь к алкоголизму, это пьяный народ, русский, значит, пьяный, вот, это такой, знаешь, достаточно рабский народ, причем, знаешь, они те самые рабы, на самом деле, это вот пример тех рабов, которые не хотят быть свободными, вот так. Это все про русский. А при этом ты замечаешь, что украинцы и белорусы хотят быть свободными, и свобода это необходимое качество. Да, быть свободным это необходимое качество, абсолютно. Украинцы, я думаю, что не надо здесь говорить, что они это показали и доказали в какой-то мере. А белорусы, белорусы захотели быть уже свободными, вот, и они тоже это показали. Мы дошли до этого топика из вопроса о доме, о пустоте, который вызывает дом, и так, вот, мы сюда добрались, я еще хотел у тебя про дом вернуться, уточнить, что делает Украину домом, то есть, какие качества нужны, чтобы ты почувствовал себя как дома, чтобы не было пустоты, чтобы было наполнение. Это люди в нем, конечно же, это люди, которые окружают, это мои самые лучшие друзья, это те парни, которые стали здесь с моей семьей, это все люди. Если я тебя спрошу, что делает друга другом, ты говоришь, что это мои друзья, что такое дружба, ты какой друг вообще, ты, Игорь, какой друг? Это такой, знаешь, философский вопрос, кто есть друг. Мы в этой программе как раз говорим об этом. У меня самый-самый лучший мой друг, это вторая моя часть меня, скажем так, человека, это Андрей, он тоже есть на многих видео, но я не знаю, это моя душа просто. Это вот моя половина вторая души. да, да, не знаю, как корректировать. Я этого человека просто понимаю с полуслова, он такой уже, как я абсолютно. И ты на внутреннем таком, знаешь, чувствуешь, что это твой человек. Твой человек. А если я тебя спрашиваю, Игорь, свобода для тебя, это что означает? Я свободен, это для тебя тогда что значит? Я свободен, это когда я могу говорить все, что я захочу. и где захочу, и когда захочу, и мне за это ничего не будет. Ты сейчас от одного до ста, если сто это я вот там нахожусь, один я не там, ты насколько можешь говорить? Сто? Сто. Хорошо, это такой коучинговый вопрос, на проверку так ли. Вернемся теперь от дома, концепции дружбы, к тому, ради чего ты воюешь, ты сказал, что ты защищаешь, уже действуешь свой дом со своими побратыми и братьями. Какое у тебя представление, что будет тебя не сламливать в пути, что будет тебя поддерживать и удерживать? Ты сказал, мне помогал в сложные моменты мой командир. Как ты думаешь, что еще тебя будет поддерживать на пути? Это все люди, которые находятся рядом со мной, это все люди, которые были, это, скажем так, мы есть группа, и, наверное, вот эта вот группа будет до конца идти со мной, и она меня будет поддерживать. Вы большая группа? Я тебе не скажу, какая мы группа, вот, но боевая группа. Ты научился воевать сейчас, или ты уже умел до войны, до этой войны? Я умел владеть пистолетом, вот, потому что мы работали с телохранителями, и надо было как-то учиться, но не скажу, что я там супер им владел, и пару раз я ездил в тиры, стрелял с оружием. Все, это все мои, наверное, навыки, которые у меня были. Знаешь, мой друг Сергей Федоренко, герой нашего подкаста, он ротный командир сейчас, он рассказывал, как его рота изучала стрельбу из ПКМ, стингеров, НЛО и прочего по Ютубу. И мне вот интересно, как ты и твоя команда в том числе успели изучить, потому что, когда ты видео начал выкладывать в Телеграме, ты уже так обмундирован был хорошо, уже такие пушки совершенно другие, не просто пистолет. Значит, как-то процесс обучения проходил и слаживание. Как это происходило? Ну, смотри, вот сейчас, когда я там приехал, месяц такой активный, мы освободили Киевскую область, и потом мы поехали в Сумы, и я приехал. Вот, у меня было время как-то обзавестись вещами, и я ими обзавелся. Допустим, первое время, вот это, когда мы сразу же уехали, наше обучение проходило так. Допустим, мы получили АК, вот, и человек, который знал, он нам просто все рассказал. Он его разложил, рассказал, какие могут быть нюансы. Вот это наше обучение. Допустим, как я стал пулеметчиком, приехал человек, который хотел сделать нам подарок, это был пулемет американский М240Б, и у нас просто спросили, кто будет пулеметчиком. Я. Да, я увидел его, я сказал, я. Вот, и потом наш самый главный командир, он был пулеметчиком как раз, и он начал просто объяснять, что пулеметчик это то-то-то-то-то-то-то-то-то. Вот. Так как этим пулеметом никто не пользовался, мы открыли просто YouTube, посмотрели, как он разбирается, какие могут быть нюансы, собрались все вместе, разобрали его. Каждый, я вот вспоминаю, это каждый научился менять ствол у него, если он вдруг перегреется, и все. Вот так вот обучение. Допустим, потом уже, когда NLAW был, мы учились по YouTube, потом нам принесли RPG, и так получилось, что в нашей группе появился человек, у которого более 300 выстрелов с RPG. вот, и он провел, да, и он провел каждому обучение. Вот, потом, ну, у нас появились панцерфаусты, я их еще называл Pfizer, вакциной для русских, это очень и очень крутая ракета немецкая, и она очень проста в использовании. Мы каждый учились по видео, потом мы собрались все вместе, чтобы это каждый видел, каждый взял этот пусковой, поставил, прицелился, посмотрел, все. Вот такое обучение было. То есть панцерфауст, это, если можно сделать вывод, это наиболее интересный и простой и удобный для тебя инструмент, если говорить о ракетах. Вообще, да, панцерфауст для меня это, я его больше всех, наверное, выделю, потому что это самый простой, самый удобный и, ну, на мой взгляд, самый эффективный, который я видел. Вот. Окей. При этом интересно, что, вот представь, в 45-м или в 43-м или в 18-м или в 14-м учились бы по Ютьюбу. Ну, то есть, как в целом, насколько по-другому другой мир. То есть, вы учитесь лайв, онлайн, как стрелять из пушек по Ютьюбу в другое время совершенно сейчас. Да, это на самом деле очень интересная вещь. Мы рассуждали не только по тому, как мы учимся, да, онлайн, мы можем зайти посмотреть это видео, а даже вот эти же видео, да, которые мы снимаем. Я просто смотрю на парней, которые воюют, снимают видео, подрывают русскую технику и знаешь, у меня сразу же появляется такое вау, круто, пацаны, круто. И знаешь, я вот выделю, что каждый вот этот вот солдат, который воюет сейчас, за Украину защищает и снимает вот этих вот видео, это такой, это какой-то прорыв, понимаешь, и они все движуют. Это то, что мне сказал один из героев наших, это такая казачина. Драйв, движ казацкий. Да, да, это знаешь, это такой движ. Я вот смотрю на каждого, каждый движует, то есть война приобрела какой-то характер движа. Очень необычное сочетание слов. Война равно движ. Ну вот, просто знаешь, как я пробую это для себя как-то представить, но нужно, наверное, время. Ну ты очень четко это объяснил, мой взгляд. Да, но знаешь, это такой движ, если мы с каким-то словом движ сравниваем, то здесь больше такой необходимый движ. То есть ты, я думаю, что каждый из тех людей, которые сейчас воюют, они не хотят воевать, вот, но они должны защитить свою землю, вот и все. И это уже совсем немножко такой другой характер движа, назовем это так. Ты метафорично очень сказал это необходимый движ. Да, это необходимый движ. Я хочу тебя спросить про качество того, как мы воюем. Ты знаешь, мы же все подвержены пропаганде, как с одной, так и с другой стороны. Это правила войны и как медийщику мне это совершенно понятно. При этом ты на поле боя видишь разных ребят из своей команды и других наших ребят наверняка. И ты вначале говорил, что я увидел, как ребята защищаются, это просто здорово, какой дух показывают. А какое качество ведения войны? Если я могу тебя спросить. Качество? Да. Какое качество? Это отличное качество. Я считаю, что Украина сейчас задала такой тон в ведении войны, и это опять же все исходит от людей, которые воюют. это очень и очень большой, это очень не то, что большой, это очень высокий уровень воинов. Что влияет на это? Что помогло нам стать настолько качественными? Да, это патриотизм. Это все зависит от патриотизма. И все эти, все парни, все солдаты, они защищают сейчас свою землю. Они же не захватывают какую-то территорию, они защищают. От этого и огромный уровень. То есть каждому каждому солдату есть что терять. Как ты думаешь, а что хочет русский, который приходит на нашу землю сейчас? Что ему нужно? Точнее, не то, что как ты думаешь, ты даже знаешь, ты же общался с пленными, брал пленных. Знаешь, мы общались с пленными, и сначала вот этот отговор о том, что мы не знали, куда мы идем. И я потом, знаешь, размышлял вообще вот на такую вещь, как это мы не знали? Вот я солдат, да, меня одели, мне выдали сухпои, меня одели по-боевому, и меня отправили на территорию Украины. Я думаю, что абсолютно каждый русский, каждый русский знает, что в Украине русский не любят с 14-го года. И ну, как это никто не знал вообще, расскажи. Вот я считаю, что это какая-то, знаешь, была большая отговорка, или там сказали, что вы должны говорить это в Клину. Вот. Я общался с огромным количеством людей, и каждый этот русский, он оперирует такими факторами, как СССР. Понимаешь? империум, Он только такими факторами империрует. Хотя бы восстановить империю. Да, да. Или второй фактор это о том, что 8 лет как говорится, бомбили бомбас. Это великолепная манипуляция, конечно, но я рад, что многие из нас уже знают, как на них отвечать. Да, да. Вот. Все. Это все, чем они оперируют. Про Азов, знаешь, то, что они там говорят, Азов там нацисты. Вот. И много есть видео, если посмотрите, о том, что парни ходят и спрашивают, в чем отличие вообще фашизма, нацизма и национализма. Вот. И большинство людей, большинство людей не знают это. Им просто преподносят информацию, я думаю, что они делают благое дело. Опять же, это все имперализм и я считаю, что самая главная пропаганда у русских, которая живет в них, это слова «я русский». Вот это величие, понимаешь? Как тебе, вот, ты знаешь про это величие? Ты, когда с ними встречаешься, они в плену, или когда ты в бою с ними встречаешься, ты думаешь об этом величие? Оно как-то проявляется? Какое ему место на поле боя есть? Или после боя? Я поверю, я не вижу этого величия, потому что, во-первых, я изначально не боялся вот этого, и у меня не было в голове о том, что они там какие-то великие. После проведения боевых действий ты видишь совсем другую картину, что русские бросают своих, русские сдаются в плен, русские, это не вторая армия мира, как всем это говорят. это просто та корона, которую они сами на себя одели и сами на себя верили. Миф, в который они хотят верить сами, хотят, чтобы на него верили. да, да, я же тебе говорю, что это и есть самая главная пропаганда о том, что я русский, я значит великий. Попробовали разобраться в этом. ты знаешь, я знаю о том, что много белорусов воюет на стороне Украины. Ты неоднократно призывал к тому, чтобы упростить или ускорить способ получения документов украинских тем ребятам, как ты, например, если ты хочешь стать украинцем сейчас. Первый вопрос, ты все еще хочешь? И второй вопрос, откуда сложности с этим? Да, смотри, я бы хотел получить украинское гражданство однозначно, потому что я не уверен по поводу возвращения в Беларусь, вот это вот сама фраза о том, что должно очень многое поменяться в Беларуси, чтобы я мог приехать сюда. Вот, я продолжаю жить в этой стране, я продолжаю ее защищать, и, возможно, я хотел бы получить гражданство. Про гражданство всем белорусам, которые воюют, я хочу, чтобы эти люди получили гражданство только по той причине, что это же такое, знаешь, война, кого-то контузило, вот реально, откинуло, допустим, куда-то, что-то пошло не так, допустим, берут белорусов в плен, это мы допустим, и так с украинским гражданством есть возможность его обменять на русского баньку. Вот, а так как у него не будет гражданства, а, допустим, пускай у него было ВНЖ, да, какое-нибудь, либо ПМЖ здесь, то он все равно с белорусским паспортом едет в Беларусь, где по новому законодательству, если вы посмотрите в Беларуси, сейчас они вводят смертную казнь за терроризм и там и прочие вещи, то либо его посадят на очень и очень долго, либо его просто там расстреляют, но я думаю, что будут еще очень жесткие пытки. Вот, поэтому я в этом контексте просил для белорусов, белорусского гражданства. Знаешь, там люди, многие говорят, что я говорил по поводу того, что я не буду сдаваться в плен, я все так же это говорю, что я не сдамся в плен. И там, если кто-то думает, что я прошу там для себя гражданство и хочу получить его или там боюсь, то я думаю, что людям стоит знать, что даже если я получу гражданство Украины и я попаду в плен, как многие хотят, я все равно поеду в черный дельфин либо в Беларусь в тюрьму. Черный дельфин это самая жесткая русская тюрьма. Мы там с Иваном Залезняком заочно приговорены к пожизненному заключению без права обжалованных. Тебя это страшит? Или больше дает сил? Меня это не страшит, я это называю одной из лучших наград на этой войне. Признание такое, понимаешь? Да-да, значит, я иду в правильном направлении. Про украинское гражданство хочу дозакончить. Мне понятна интенция, мне понятно почему. Ты объясняешь это очень емко. А какой статус? С кем вы говорите об этом? Кто может помочь? Как мы можем помочь тебе? Мы сейчас создали петицию, была, оказывается, до этого петиция, но мы встретились с юристами, пообщались, и мы немножко переделали петицию о том, что каждый иностранный солдат, который приехал воевать за Украину, в ускоренном, это самое главное, ускоренное получение гражданства. Это петиция для начала, а там уже будем дальше смотреть, что ответят на петицию. Я ее выкинул буквально сегодня, завтра она уже готова. Принял. Тогда еще вопрос такой, как ты относишься к тому, что Украина собирается дать гражданство невзоров, невзоров, мы слышим про Овсянникову, возможно, какие-то еще условные русские современные диссиденты или интеллектуалы захотят украинское гражданство, чтобы бежать от преследования России. Для меня это, мягко говоря, неравноценный обмен. Вы кладете жизнь свою за нас. Это какая-то другая совершенно история. И для меня важно узнать, как ты сам относишься к этому происходящему. Знаешь ли ты в целом об этом? Многие писали про это. Я видел у себя в комментариях про этого человека. Честно сказать, я в этом вопросе не разбирался. И я не хочу за этим следить, кому дают гражданство или кто этот человек, чем он живет, чем он жил до этого. Сейчас мне эта вещь абсолютно не важна. Но если мы возьмем о том, что это делает человек сейчас и что делают парни, которые действительно отдают жизнь или которые просто, я же говорю, как белорусы, они просто сейчас лишились дома все. Все, кто приехал воевать за Украину, каждый лишился дома. То я считаю, что вот эти люди должны первыми получать гражданство. Принято. Ты видишь другие иностранные легионы, которые воюют в Украине, англоязычные, франкоговорящие, немецкоговорящие и прочее. Есть ли у тебя с ребятами контакт? Что ты можешь сказать об инициативе этих ребят, о том, зачем они воюют? Мы воевали рядом, с нами были грузины, потом мы воевали, еще с нами были на задании группа американская, какая-то была группа, вот это добровольцы, которые приехали. У меня есть контакт с одним человеком из этой группы, вот, с грузинами там есть у нашего командира. Все эти парни, я считаю, что это лучшие люди. У нас в группе есть грек, это потрясающий человек, очень умный, он 20 лет, вроде, если не ошибаюсь, прослужил в греческой полиции, и он не смог просто смотреть на то, что происходит, приехал, и он теперь с нами. я считаю, что вот эти вот мужчины, которые приезжают с разных стран и защищают Украину плечом к плечу с украинцами, это лучшие люди мира. Спасибо тебе за эту фразу. Мы же не говорим с тобой про какую-то, знаешь, детскую войнушку, как вы детственно там все бегали с пистолетиками, а здесь цена это их жизни, это их семьи, все в таком роде. Я пока готовился и читал, и слушал про Международный Легион, в том числе, и ты тоже же знаешь об этом, увидели много претензий к тому, как все организовано, как будто или действительно в украинской армии. И для меня вопрос, ты видишь напряжение организационное, какие-то большие сложности непреодолимые, или же уже что-то хорошее происходит организационно? И ребята, которые из UK, из US имели эти претензии, в Twitter их высказывали, это, знаешь, какие-то такие единичные вещи, или это что-то очень системное? Я думаю, что это, наверное, какие-то единичные, потому что, если мы будем говорить, допустим, про нас, у нас были какие-то трудности в самом начале, вот где-то в середине, потому что мы же все-таки были добровольцами, есть, и были сложности, допустим, найти где-то амуницию, всякие такие вещи, вот, но чем ты дальше идешь, тем тебе больше людей помогает, вот, и я думаю, что уже все хорошо, ну, допустим, конкретно по нашему батальону все очень круто, у нас всего хватает, мы все одеты, у нас есть чем воевать, есть чем стрелять, все прекрасно, вот, это скорее всего такой единичный случай, если какие-то организационные моменты кого-то не устраивают, не знаю. Это война. Хочется спросить тебя следующее, ты говоришь, люди помогают, и мне хочется с тобой феномен волонтерства разобрать, ты доброволец, который воюет, а многие из нас добровольцы, которые помогают, по собственной воле половина страны минимум занимается тем, что ежедневно что-то ищет, собирает, подбирает, кто-то пластеризовался уже в организации, в фонды. Для тебя, вообще, как ты к этому относился по пути войны, вот уже больше 100 дней, и для тебя этот феномен волонтерства, он как эволюционировал? Слушай, это тоже такая потрясающая вещь. Я в принципе считаю, что не каждый сможет взять оружие и пойти воевать, правильно? Но вот эта помощь, которую люди находят, в том, что я буду волонтером, и люди половину своего дохода отдают в фонды различные, люди ищут вещи, необходимые солдатам сейчас. Это потрясающий феномен, и я бы, не знаю, я бы как-то вот это волонтерство выделил, знаешь, как вот есть добровольческие батальоны, есть там ТРО, и я бы сделал как-то отдельно вот это именно волонтерство. Это очень и очень необходимая вещь, и на моем примере она очень нам сильно помогла. Сейчас волонтерская организация, которая с вами работает, это конкретная линия, одна организация, которая только вас обслуживает, или это все еще набор разного? Это абсолютно набор разного, абсолютно разные волонтеры, разные наши знакомые, вот, есть волонтеры, которые непосредственно с нами работают, работают давно, это все разные, есть люди, которые просто, вот, даже я тебе просто пример скажу, который, ну, я был в шоке, человек в наш фонд перечислил средства, это было 3 доллара, и сообщение, которое он написал, это было о том, что я живу очень бедно, у меня немного денег, но я хочу внести вклад и под чем-то помочь, вау, вау, да, 3 доллара, это не того, что у человека, там, там он сидит, у него куча денег, у человека действительно нет денег, но он выделил ту сумму для помощи, это потрясающая просто вещь. У меня вдобавок к этому есть история короткая, домработница, которая помогала нам до войны, в какой-то момент мы решили продолжить платить в течение первых трех месяцев, и это было чудесно, на мой взгляд, потому что это поддерживало ее, и в целом это важно, и она мне пишет, я увидел, что вы мне отправили деньги, а у нее прямо мало денег, и сыном, и она говорит, это, у меня было 170 гривен, вы мне отправили несколько тысяч, и я так обрадовался, потому что есть деньги, и я половину из них отправил на ЗСУ, половину из них, то есть это очень похоже на историю, которую ты рассказываешь, насколько простой человек хочет помогать. Да, все хотят помогать, я могу еще кучу историй крутых рассказать на эту тему, даже это как взаимопомощь, это люди, у которых мы снимали квартиру с парнями, и вообще в принципе большинство людей, которые в нашем батальоне снимают квартиры, это люди просто перестали платить аренду, то есть они не согласны были на то, чтобы мы платили там какую-то аренду, либо какую-то часть, то есть война, все, парни, вы воюете, не надо ничего платить, вот, если вам надо жить, вы там живите, это по поводу съемного жилья, или, если мы поговорим о взаимопомощи, у меня есть, у нас есть такой хороший человек, который помогает нам с заправками, и этот человек, ему нужна, необходима была помощь для его отца, вот, и он просто нам позвонил, говорит, не могли бы вы там сухпои передать, да, мы выслали сухпои, и это такая, знаешь, взаимопомощь, да, это взаимопомощь, это вот такой огромный круговорот, и к нам многие волонтеры наши обращались, они не могли, допустим, найти какие-то перчатки, но у нас там лежали, допустим, там 10 пар перчаток, и мы отдавали этим волонтерам, чтобы они перенаправили на парней. Все понятно, действительно, такой улей круговорот, меня это невероятно возбуждает и очень радует по поводу того, кто я, как украинец, и такая у меня страна, потому что это во время Майдана, сейчас во время войны. Да, я бы как-то делал перепост поста о том, что когда гуляешь по городу, видишь, как многие люди, скажем так, не помогают, и я общался с пришлось общаться с одним человеком, у которого я спрашиваю, почему ты не воюешь, да, он мне называет причину о том, что он боится, вот, а я говорю, а ты хоть вообще как-то помогаешь, и вот мы пообщались с этим человеком, и я вам объяснил такую штуку, что ведь помощь может быть разной, то есть если ты можешь финансировать, ты финансируешь, если ты очень круто владеешь организационными какими-то вопросами, ты помогаешь найти парням снаряжение, но если у тебя этого всего нету, несложно, ведь я знаю людей, есть в моем окружении, которые пошли в кафе на кухне работать, и тем самым они готовили еду для военнослужащих, готовили и привозили еду, или я говорю, ничего же нету сложного о том, что ты придешь или напишешь там парням, которые в добровольцах о том, что парни, давайте, чтобы у вас был, допустим, час свободного времени, и я там в вашей казарме буду убирать, в этом же ничего нету такого, вот, это помощь, это огромная помощь, ты освобождаешь у солдата и у парня, который может потратить час на какую-то подготовку, ты освобождаешь для него это время. В этом я считываю, я безусловно читал и твое размышление для других ребят, кто возвращаются во время отдыха в Киеве или в другие большие города, они видят расслабленных, как кажется, расслабленных украинцев, и, конечно, сразу же возникает а, претензия и б, разочетирование некоторое, это то, что я считал в твоих словах, и как будто вопрос такой не мой, ну, какого хера ты сидишь? Но я рад, что ты ответил так, как ответил, потому что я с тобой согласен, что не каждый рожден в этом смысле воевать, но при этом есть ожидание, что каждый должен помогать как может. И вот здесь я тоже с тобой согласен, что какую-то часть своего времени, ресурса мы должны отдавать на победу. Какая она будет, это каждый должен решать, на мой взгляд, для себя. Потому что я это все объясняю, смотри, мы сейчас все люди, вот, все люди, кто защищает Украину, это звенья вот одной цепочки. Каждый человек это звено. Вот. И ты должен оставаться звеном. Это наша общая победа. нельзя сидеть просто и думать, что пацаны пошли, отбили село, круто, а я посижу здесь, поиграю в компьютере либо чем-то там еще займусь. Нет, каждый должен внести свой абсолютно вклад. Если мы говорим, знаешь, вот эта вот старая фраза долг мужчины, пойти защищать Родину, это не, ну да, это так. Но и также долг абсолютно каждого человека, кто не может себе позволить взять оружие, это хоть как-то помогает. Это долг. Здесь хочу из этой части концептуальной от человека от тебя к войне надо перейти. Вопрос такого характера сейчас, она переходит в фазу давай так, ты военный, я нет представления моего такое артиллерийских дуэлей. и тогда твоя роль как пулеметчика и твоей организации суховая пехота, если я правильно это понял, как она меняется сейчас и каким ты видишь дальнейший свой месяц, два, три? Очень хороший вопрос. Я просто не могу многих вещей говорить о том, как вижу. Я понимаю, что сейчас идет артиллерийская работа в большинстве случаев решает артиллерия, но есть еще задачи пехотные и их очень много и мы работаем над всем этим. пехота очень и очень важна. То есть задачи есть, безусловно, время артиллерийское, но для вас работы еще достаточно. да, работы хватает на все. Каждый парень это огромная работа. Еще впереди куча всего. Оружие, которое поставляется нам нашими партнерами, ты видишь уже, ты в руках держал это или не знаю, сидел в том, что нам поставляют? Я же говорю, что с самого начала войны вот этот вот панцерфауст, куча всего у нас появлялась. Я это держал в руках. Я видел определенную технику своими глазами. Я все это вижу, все это поставляется, и это, если кто-то думает, что этого нету, это просто вбросы какие-то. Это есть. Как ты считаешь, Игорь, если говорить о военной науке, какое должно пройти количество времени, пока нам поставляется вот эта дополнительная другое вооружение, натовское, еще как его там правильно называют, и вы, ребята, можете иметь уже ability, скиллы, чтобы этим управлять. Сколько нужно времени, чтобы мы получили паритет хотя бы по силе с врагом, или были более сильны, может быть, даже? Давай начнем с того, что мы с первого дня войны уже более сильны. Вот. Это мы не станем более сильны. Мы сильны с самого первого дня войны. Мы это видели в боях, я видел лично русских, которые воюют против нас, как они одеты, с какими они автоматами, с какими они совсем этим бегают. Мы с первого дня все сильнее. Посмотреть на, допустим, какого-то нашего солдата, как он одет, и взять, допустим, русского солдата, обычного, рядового солдата, которых посылают. Это небо и земля. Понятно, что есть у них, вот я говорил неоднократно, в новой бассане с нами воевали, против нас воевали десантники русские. Они уже экипированы лучше. У них уже каски улучшены, у них у всех АК совсем другие, модифицированные. БТР и новые, да, в этом есть лучшее. Если мы в целом картину берем, то украинский солдат уже на порядок выше, чем русский. Как быть с тем, что количество сброев не ризны. Да, смотри, а та техника, которая сейчас передается, она дополняет этого солдата. То есть солдат лучше, и это сразу преимущество. Техника, которая придется, даже если меньше, она дополняет того солдата, который лучше. И в целом получается так, что мы сильнее и были сильнее с первой днём войны. И тогда очень логичным является следующий вопрос. Что для тебя критерии победы Украины в этой войне? Критерии победы Украины? Да. Для меня критерий, наверное, победы Украины это все территории, которые заняли русские оккупанты, абсолютно все. Мы будем говорить про Крым, мы будем говорить про Херсон, мы будем говорить вообще про все-все территории Донбасса, Луганск, и это будет победа. В твоем представление, Игорь, сколько и чего нам необходимо, чтобы одержать такую победу? Сколько и чего в плане техники? Времени, денег, техники, жизни. Каким ресурсом и какой ценой мы сможем одержать эту победу? Ну, слушай, ценой, как говорят, ценой, как бы это, знаешь, жестко не звучало, но за свободу всегда платится кровью, литрами крови. Вот. Это ужасные слова, но они такими и есть. Каждый парень, который отдал свою жизнь сейчас все люди, которые ставят на кон своей жизни. Это вот такая цена жесткая, понимаешь? А сколько времени, да, сколько времени на это все понадобится? Я на такие вопросы, честно, я не арестович, да, что-то такие говорили вопросы. Я просто парня, все, которые со мной находятся, да и вообще, я думаю, что каждый парень, который сейчас воюет, каждый выполняет свою задачу и каждый делает по максимуму то, что он может делать. А какая цена, это мы поговорим, когда победим. Вот так скажу. Спасибо тебе за этот разговор. Живи Беларусь и слава Украине. Живи Вишну. Мне кажется важным, что мы и в тебя окунулись и посмотрели, как ты видишь мир, что я, например, у меня мурашки пошли. Еще больше веры в страну есть. Спасибо тебе, спасибо за службу, спасибо твоим братьям. Все солдаты, все парни, которые отдают жизни, все люди, которые сейчас защищают, все люди, которые помогают и волонтеры, абсолютно все-все люди, это и есть вот этот вот купол, который просили для закрытия него. Все-все эти люди. Вы слушали подкаст «Как ты думаешь?» Мой гость белорусский Янки Игорь Номен. Игорь, дякую. До встречи.